Привет-привет! С тобой снова я, Гульфия Мутагулина. Уверена, что ты уже в нетерпении увидеть и услышать самые горячие новости нашей республики. Команда Универ Ньюс готова радовать. Сегодня ты увидишь... Возможности без границ. Делегация КФУ отправилась в страну восходящего солнца. СМИ не дремлят. Высшую школу журналистики ожидает большая работа. Мы помним, мы гордимся. В IT-лицее КФУ прошел праздничный концерт. Университет Канадзавы – старейший японский партнер Казанского университета. Делегация КФУ совместно с ректором Ильшатом Гафоровым вновь посетила один из интеллектуальных центров Японии для обсуждения дальнейшего взаимодействия Казанского федерального и вузов стран восходящего солнца. Делегация КФУ во главе с ректором Ильшатом Гафоровым в ходе визита в Японию ознакомилась с научной и образовательной базой университета. Ильшат Гафоров подчеркнул особую важность стратегического партнерства между университетами Японии и России. На встрече с президентом университета Канадзавы господином Ямазаки и вице-президентом господином Ямамото стороны обсудили расширение уже имеющихся программ сотрудничества. После официальной части у гостей была возможность ознакомиться со школой фармацевтики и школой медицины университета. Важная роль в диалогах отводилась обсуждению сотрудничества в области подготовки врачей-исследователей с инженерной направленностью. Еще одна цель визита — подписание договора о стратегическом партнерстве с исследовательским институтом РИКЕН, одним из ведущих научных центров Японии. Напомним, начиная с 2010 года ученые КФУ опубликовали 92 научные статьи с японскими коллегами. Результаты подобного сотрудничества дают надежду на дальнейший рост. Что такое экономическая преступность? Пока мы ищем ответ на этот вопрос, в Казанске федеральном уже обсуждают криминалистическое понятие с мировым специалистом. Подробности далее. Экономическая преступность — тот самый вопрос, который не перестает волновать общественность. Именно поэтому 10 мая на юридическом факультете КФУ прошла международная конференция, которая затронула вопрос экономической преступности, в частности, в Германии. Чтобы выяснить, как решается эта проблема за рубежом, в Казанский университет был приглашен профессор постдамского университета УВ Хельман. Вместе с профессорским преподавательским составом юридического факультета он обсудил ущерб, причиняемый экономической преступностью, ответил на вопросы по уголовной ответственности и обозначил сеть интернет как крайне опасное пространство для преступлений. Специалист убежден, что взаимное знание зарубежной практики необходимо для вузов всего мира. Цель моего визита в Казанский университет заключается в участии в международной конференции юридического факультета. И с моей точки зрения, каждая научная дискуссия интересна результативным общением ученых с разных стран. Ведь в результате такого общения специалисты могут научиться друг у друга многому. Дискуссии об экономических преступлениях на сегодняшний день важны каждому университету в любой точке мира. Это факт. Самые свежие новости из всемирной паутины в нашей традиционной рубрике Веб-Ньюз. Институт международных отношений, истории и востоковедения Казанского федерального посетил ученый из Исламского университета Нью-Дели Абузар Хайри. За круглым столом гость затронул тему обмена студентами между институтом и ведущими вузами Индии. У Android появятся конкуренты из Татарстана. В Иннополисе начали разработку мобильно-операционной системы. Она будет построена на базе Linux. В КФУ вышло пособие по борьбе с коррупцией. Пособие противодействия коррупции уникальное в своем роде и может стать основой для студентов и преподавателей не только Казанского университета, но и других вузов. В Татарстане состоялась закладка патрульного корабля. Корабль создан для охраны территориальных вод, патрулирования экономической зоны в открытых и закрытых морях, пресечения природской деятельности и оказания помощи пострадавшим при катастрофах. Фарид Мухамедшин поддержал строительство АЭС в Татарстане. По мнению председателя Госсовета Республики, станция позволит региону не терять темпы развития промышленности и не зависеть от потребительского рынка электроэнергии. В Набережных Челнах 14 команд вузов и СУЗов соревновались в настольном теннисе. Среди вузов первыми стали студенты Набережной Челнинского института КФУ. Среди СУЗов – колледжа, повозка, академия физической культуры и спорта. Пятый всероссийский конкурс студентов педагогических специальностей «Учитель нового поколения» прошел в Самаре. Зародился же конкурс в Елабурском институте Казанского федерального университета. Его координатором является ассистент кафедры истории Елабурского института КФУ Андрей Виноградов. Далее важная информация для тех, кто учится в Высшей школе журналистики и медиакоммуникаций. Какие изменения ожидают студенты в медиасфере? Об этом смотри далее. Высшая школа журналистики и медиакоммуникаций – это новое учебное подразделение, которое создавалось на базе Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ. Напомним, что в конце апреля на должность директора Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций вступил Леонид Толчинский. 10 мая состоялось собрание сотрудников Высшей школы, где новый директор ознакомился с особенностями работы школы журналистики. Мне бы хотелось, чтобы ожидалось от студентов, чтобы вот этот потенциал по ходу своего обучения в ВУЗе они не растрачивали зря, они не теряли, они не придавливали, они его максимально реализовывали, в том числе внутри самого ВУЗа, в том числе на благо ВУЗа, в том числе используя те возможности и те инструменты, которые имеются в федеральном университете. По словам Леонида Толчинского, в первую очередь нужно составить грамотную и перспективную дорожную карту. Сейчас формируется дорожная карта Высшей школы, как самодостаточный документ, в котором будет изложена, в общем, некая такая последовательность действий до 2020 года. Поэтому, что там нужно учесть обязательно? Там нужно учесть необходимость определенных изменений в учебный процесс, чтобы он стал в той части, в которой это допустимо, в той части, в которой это возможно, более современным и по названию самих учебных дисциплин. На встрече преподаватели и работники медиасферы института высказывали свое мнение, задавали директору вопросы. Подобные встречи еще неоднократно будут организовываться, ведь новый директор серьезно настроен на то, чтобы Высшая школа журналистики не стояла на месте, чтобы развивал не только отдельное подразделение, но и весь КФУ в целом. А добиться больших результатов можно только сплачиваясь в одну команду. Адели Валеева, Роман Самарин, Универньюз. Фильмы о войне заставляют каждого из нас восхищаться подвигами, смелостью и решительностью главных героев. А осмелился бы ты примерить на себя легендарные роли. После усердных репетиций учащиеся IT-лицеи смогли это сделать. Смотрим. Прошедший в стенах IT-лицея КФУ концерт еще раз позволил убедиться в том, что в России нет ни одной семьи, в чью историю Великая Отечественная война не была бы вписана черными датами. Разнообразная и очень эмоциональная программа концерта дала участникам возможность не только проявить собственные таланты, но и выразить те нравственные и философские контексты, которые делают тему Великой Победы вечной. Легендарные образы литературы и кинематографа обрели новые воплощения в исполнении учащихся лицея. Это инициатива наших ребят и активистов, которые у нас есть. Концерт посвящен 71-му году Великой Победе. Вот Победы и мы пригласили наших подшипных ветеранов, бабушек и дедушек наших лицевистов. Своим бабушек и дедушек и вот концерт посвящен прежде всего им и, конечно, торжественному мероприятию. Пронзительная сирена воздушной тревоги, кадры знакомых фильмов, душевные монологи и диалоги. Все это аудитория видела перед своими глазами на сцене, затаив дыхание, со слезами на глазах, словно заново переживая события военных лет. Почетными гостями мероприятия стали ветераны Великой Отечественной войны. Сами участники концерта не стали скрывать, что такие роли им давались нелегко. Очень мощные в этот раз театральные постановки. Ребята пытались проникнуться той атмосферой, чтобы ужиться в роль. Готовили днем и ночью различные постановки. Им сложно давалось войти в это время. То есть мы им рекомендовали смотреть какие-то фильмы специально, чтобы вживаться в роли. Девочки совсем юные, седьмой, восьмой класс, они еще совершенно потеряны. Все это смотрели, читали. И было сложно донести до них ту мысль, которая была изначально в сценарии. Я буду играть в «Альпе Тихонову». Эта сцена посвящена девушкам, которые отправились на войну за своими мужьями. У них не было выбора, и поэтому мы решили поставить эту сцену, так как сегодняшний концерт будет соответствовать этой теме. Для всех присутствующих мероприятий открылась короткая историческая справка о Великой Отечественной войне. А также о том, что одержав победу над Германией, Советский Союз ввел срешающий вклад в освобождение Европы. Будущие защитники Родины получили напутствие от ветеранов быть верным отчизне и с уверенностью смотреть в будущее страны под мирным небом. Аделя Мухаммедшина, Руслан Урозаев, Универньюз. В 2017 году Центробанк России введет в оборот купюры номиналом в 200 и 2000 рублей. Дизайн новых банкнот, к слову, предстоит выбрать нам с вами. И наиболее предприимчиво из нас уже прикидывает, как бы выглядел на новой банкноте Казанской Федеральной. Подробности в нашем сюжете. После новости о том, что в 2017 году в обороте появятся сразу две новые денежные купюры, интернет буквально взорвался целой волной различных акций, петиций и обращений с просьбами поместить на банкнотах те или иные города России. Казань в стране тоже не осталось. И во многом усилие к этому приложил аспирант Казанского федерального Илья Попов. Здесь огромное количество причин. Мы с ребятами набрали как минимум 200. Одно из самых главных, то что это, во-первых, не было еще на российских купюрах города с национальной столицей республики, а это очень важно в многонациональном государстве. Казань – это древний город, это спортивная столица. Вообще Казань по всем критериям можно считать определенным символом такого этапа развития Российской Федерации, очень положительного символа. Кроме казанских мотивов, на 200-рублевой купюре Илья выступает и за то, чтобы на новой банкноте был изображен Казанский федеральный университет. Молодой человек считает, что УЗА с более чем 200-летней историей на это есть полное право. Мне кажется, что российское образование дослужило того, чтобы присутствовать на российских купюрах как символ успешности нашей страны. И Казанский университет очень логично бы вписывался в эту концепцию, как один из старейших в России, второй по возрасту в России после Московского университета. И тем более, если 200 рублей, 210-летний университет очень логично. В своем стремлении разместить Казанский федеральный на 200 рублях Илья не одинок. Его идея моментально нашла отклик как среди друзей, так и простых казанцев. Например, наброски дизайна новой купюры сделали учащиеся казанского филиала Суриковского института. А уже скоро к большой работе по реализации идеи должны подключиться студенческие организации КФО. Александр Александров, Руслан Нуразаев, Универньюс. На сегодня у меня все. И помни, мы сами рисуем свой мир. Никогда не говори, у меня все плохо. Поверь, у тебя все хорошо. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!